Шаббат Шалом И недельная глава называется Китиса, или по-другому Тисо, и она как бы буквально звучит, когда проведешь, и она находится в книге Исход с 30 главы 11 стих, 34 глава 35 стих. И я хочу сказать, что это, знаете, вот когда мы выходим сюда, у каждого свой стиль, я еще раз повторюсь, и это комментарии, то есть имеется в виду, что мы читали эту книгу, увидели что-то интересное, и я комментирую то, что мы увидели интересное, или кто-то другой, кто тут стоит. И в этой главе много интересного, ну как бы есть таких, несколько, три основных таких направления. Это подготовка к службе в храме, то есть что, скиния, потом вторая, золотой телец, и третья часть, это возобновление завета. Я хочу остановиться на второй части. Вы помните, что происходило, да? Моисей поднимается на гору. Моисей поднимается на гору, народ остается внизу, он стоит возле горы. Проходит время, Моисей не возвращается. И что делает народ? Помните, да? Они подходят к Аарону и говорят, сделай нам Бога, который вывел нас из Египта. И Аарон говорит, хорошо, давайте там ваше золото, снимайте там сережки, снимайте кольца. И они снимают это золото, они делают золото из тукана, и говорят, вот Бог, который вывел нас из Египта. И начинает ему поклоняться. Моисей сидит там, общается с Богом, Господь дает ему скрижали, и потом происходит момент, и Господь говорит, посмотри, что происходит. Ты должен спуститься вниз. Он спускается вниз, и вы видите, что он видит народ, который устроил, скажем, поклонение идолу. То есть, это такая краткая история, преамбула. Но знаете, что меня очень удивило? Меня удивило то, что народ сделал, он как бы, он сделал себе тельца, он сделал Бога себе, скажем так, идола. И он не пожалел для этого своих денег. Вы понимаете? То есть, иногда мы начинаем в нашей жизни, вот когда-то бывают такие моменты, когда Бог кажется далеко, Он высоко-высоко. Мы не слышим Его, нам кажется, что мы Его не слышим, нам кажется, что мы Его не видим. Понимаете? И мы сидим, и мы не знаем, что делать. И тогда мы начинаем искать какие-то возможности, показать себе, что вот есть Бог, и мы начинаем строить себе идолов. И вы знаете, говорят, идолы, они безмолвные, не идолы в мире, ничто, говорит Писание. Но если мы посмотрим внимательно, то для этих людей этот идол значил что? Что-то. Потому что, посмотрите, что происходило. Перед этим мы будем просто вспоминать назад. Египет, рабство, приходит Моисей, 10 казней, Великий Песох, они выходят из Египта, подходят к Черному морю, море расступается, войско фараона погибает, они идут в пустыню, происходит мана с неба, ну все, Бог реальный, они видят реальность Бога. Они подходят к горе Синай, Синай дымится, они видят, они просто интересные, я все время это подчеркиваю, в буквальном оригинале они начинают видеть звуки и слышать цвета. То есть реальность поменялась местами. Пришел Бог, и люди увидели реальность не такой, какой они представляли себе. Они испугались, послали Моисея, Моисей, иди разговаривай с Богом. И потом вот Моисей ушел, и что происходит потом? А потом происходит золотой телец. И смотрите, какая сама... Сейчас, секундочку. И потом происходит что? Происходит очень страшный момент. Бог приходит и говорит, все, я хочу уничтожить этот народ. И знаете, тут, наверное, Моисею нужно было сказать, конечно, Господь, это такой народ, это такой народ нехороший. Сколько я для него сделал добра, сколько я сделал для него хорошего. А он взял вот и тебя предал, меня оставил. Но Моисей становится в позицию защитника. Он говорит, Господи, если уничтожишь народ, уничтожи меня. Чему я это все показал, как бы раскрыл вот эту картину? Мне очень хочется, чтобы мы смотрели на события прошлые, проецировали на наше настоящее. Чтобы мы видели, что то, что происходило тогда, происходит и сегодня. Может, просто немножко в другом образе, в других каких-то моментах, в других каких-то ситуациях. Я понимаю, что здесь все верующие люди, большинство, много, и мы все знаем Господа. Но согласитесь, что в жизни каждого из нас есть свои идолы. Мы можем с этим не соглашаться, мы можем говорить красивыми лозунгами, что нет, Иисус, мы самые верующие. Мы можем говорить красивыми лозунгами, принимать красивые позы. Но вы понимаете, жизнь, она показывает свое. По плодам их, Писание говорит, узнаете их. И Писание говорит дальше, откуда у вас проблемы? Откуда? Не от того ли, что что-то у вас происходит внутри вас? И что такое может быть идол? Идол может быть буквально все. То, что занимает место в нашей жизни, место Бога, становится нашим идолом. Понимаете? Это, он многогранен. Он многогранен. И самое интересное, что он тоже дает нам какие-то, ну какой-то плод. Этот плод смерть. Мы не можем, если Бог дает жизнь, то идол дает смерть. И самое интересное, что мы добровольно это выбираем. И я, конечно, знаю, что у нас сейчас Песох скоро идет. И вот мы то, что говорим, что надо выходить из этого рабства. Выходить из рабства. Мы должны научиться видеть, смотреть на наши жизни, как вот именно со стороны Бога. Мы должны видеть тех идолов, которые есть в нашей жизни. И самое интересное, что мы сами этих идолов себе настроили. Мы сами настроили себе идолов. Мы заплатили за это цену. И теперь мы за них держимся. Почему? Потому что, когда Моисей спустился вниз, он говорит, ну, типа, что же происходит? Народ говорит, ой, извини. Народ ничего не реагирует. Народа это устраивало. Нас устраивают тоже какие-то моменты. Я понимаю, что оно как бы может звучать неприятно. Но лучше оставить то, что мешает нам, то, что нам не дает идти вперед. И идти вперед. И тогда мы увидим больше, чем мы имеем даже сейчас. Видим, что видим сейчас. Понимаете? И самое главное, что происходит, не только наша позиция, как бы позиция тех, у которых есть идолов, но и позиция тех, кто видит идолов в других жизнях. Знаете, легче всего осудить. Легче всего дать приговор. Сказать, ну, все, вы доигрались. Сами виноваты. Бога видели, Бога знаете. Давайте, товарищи. Вот вам суд праведный. Молния с неба, и Господь совершил возмездие. Послушайте, Моисей отказался от великого. То есть, Бог сказал ему просто, от тебя произведу народ великий. Тебя возвеличу. Будет народ, который будет послушен тебе. Моисей говорит, нет. И нашей жизни, как верующих Нового Завета, наступает момент, когда мы видим что-то. Мы видим, знаете, как в другом человеке Бог нам показывает что-то. Мы видим проблему человека. Мы видим какие-то неправильные вещи в жизни человека. Знаешь, знаете, извините. И можно легче всего осудить. Легче всего сказать, ну, все, виноват. Но Моисей, Моисей стоял перед народом, перед Богом за народ. И это наша прямая обязанность. Не судить. Потому что не судимы, да не судимы будете. Потому что будете судимы тем судом, каким сами судите. Но милосердие, оно выше суда. Поэтому самая большая милость – это покрыть. Ну, не знаю как. Расскажу вам короткую такую историю. Знал одного человека, верующий человек, и он курил. Прошло вот, прошло там несколько лет. Он цел в общине, и он курит. И второй брат к нему подходит и говорит, слушай, ну, они все ему говорят, что ты такое делаешь, как ты смеешь, как, как. Этот парень до такой степени уже боялся, когда к нему подходили, он сразу становился вот так. Этот брат к нему подходит и говорит, а, и что-то он его спрашивает. А тот говорит, а что ты меня не спрашиваешь, почему ты мне не говоришь, почему ты не куришь, не делаешь вот это. Он говорит, а я не хочу, я молюсь за тебя. Я просто молюсь, чтобы Господь благословил тебя. Этот человек заплакал. Он говорит, ты первый человек, который не осудил меня. Прошел месяц, этот парень оставил сигареты, до сих пор не курит. Понимаете? Но можно было сказать, ах ты такой никакой, что ж ты такое творишь? Ну, вон отсюда вас собрание Божьего, безбожник. Но человек, наша задача не судить. И главное, не потыкать греху. Понимаете? Потому что Моисей сделал потом другое. Он сказал, кто за Господа? И они покрошили там немало людей. Потому что, извините, грех, он, ну, есть такое понятие, что преступление и наказание. И Бог это не отменял. Есть милость, конечно, но Бог есть Бог. Итак, давайте мы посмотрим, что происходит. Ну, то есть вы понимаете, да, о чем я говорю? Я говорю о том, что в жизни каждого из нас есть идолы. И нам надо разбираться со своими идолами. Каждому. У нас есть рабство, и нам нужно выходить из этого рабства. Бог уже сделал все возможное для этого. И если мы посмотрим на эту главу, на главу Китиса, мы увидим, что хоть и народ и погряз в этом идолопоклонстве, Бог дал возможность народу покаяться и не умереть, не погибнуть. То же самое касается и наших жизней. Бог дает всегда, да, мы можем согрешать. Мы люди. Бывают разные ситуации в жизни. Но Бог всегда дает возможность выйти из этого и войти в его свободу. Он укрепляет нас, он дает нам силы. Он даст нам того, кто будет рядом, кто поддержит руку. Понимаете? Главное не соглашаться с этим. Главное не соглашаться с этими идолами. И не жить этими идолами. Потому что Господь там, и Он ждет. Он ждет, чтобы мы поднялись к этим людям. Чтобы мы пошли к нему, чтобы мы спустились к другим людям. И давайте я уже буду завершать. И знаете, наша жизнь порой как гора. Мы поднимаемся наверх к Богу, чтобы получить откровение. Мы стоим на этой горе, мы имеем общение с Богом, мы наслаждаемся этими вещами. И нам хочется оставаться там всегда. Потому что это хорошо. Быть наедине с Богом. Молиться, общаться, поститься, получать откровение. Нам это нравится. Но наступает момент, когда нам надо спуститься с горы вниз. И все, что ты получил вот там наверху, отдать тем, кто внизу. Потому что они нуждаются. Потому что они по каким-то причинам не поднимаются на эту гору. И если Бог избирает тебя, меня, кого угодно, для того, чтобы дать ему откровение, дать ему какую-то надежду, давайте не оставлять ее себе. И как Моисей заступился за свой народ, давайте будем заступниками друг друга. Не обижать друг друга. Понимаете? Осознавать, что есть, есть проблема. Но вместе с Богом мы решим ее. Понимаете? Вместе с Богом. Потому что я буду поддерживать твои руки. Я не буду тебе давать подсечки и подножки. И вот это такая глава. Давайте мы помолимся. Господь, во имя Ишоа мы просим Тебя. Дай нам быть, Боже, делателями, а не просто слушателями Божьих. Боже, слышать Твое Слово, Господь. Слышать Его и делать, Господи. Боже, дай нам быть заступниками Твоего народа. Дай нам быть, Боже, братьями, братьями друг к другу, сестрами друг к другу. Господи, пусть наша община, наша семья будет едина в Тебе. Боже, пусть Твой мир Божий пребудет с нами, каждому. Господи, благослови, чтобы вот этот урок, этой недельной главы, он стал реальностью для нас. Боже, чтобы идолы были повержены. Чтобы, Господь, Твое заступничество, оно было в жизни каждого из нас. Во имя Ишоа. Аминь. Субтитры создавал DimaTorzok Субтитры создавал DimaTorzok